Всем огромный привет! Сегодня меня в кадре нет, зато есть в кадре вот такой вот огромный тубус, который называется «100 больших и очень больших дел». Это список желаний, которые тебе обязательно захочется выполнить. Это такой своеобразный мотивационный плакат или постер, который служит для того, чтобы осуществлять какие-то свои планы, задумки. Точнее, не свои, а те, которые здесь даны и придуманы разработчиками вот такого вот плаката. Производитель этого Украина. Это очень необычная штука. У меня раньше такого плаката не было. И сейчас, когда появился, я поняла, что давно пора мне бы было таким обзавестись, потому что действительно он круто мотивирует. Но давайте я сейчас вам его покажу поближе. Вот существует легкая категория. И тут такие, вроде бы, казалось бы вполне достаточно легкие задания, но на самом деле не все они таковыми являются. Но приведу к примеру, что здесь написано. Посадить дерево, увидеть запуск ракеты в космос, собрать пазл из 10 тысяч частиц, посетить шоу какое-то там, научиться в винах разбираться, нарисовать картину, отдать 20 вещей бездомным, сменить прическу и так далее. Вот я, например, начала проходиться, увидела, что есть задание, которое я давно хотела выполнить. Это плавать вместе с дельфинами. Отметила, что планирую его приблизительно в августе месяц этого года осуществить. Также есть отправить письмо в бутылки. Тоже очень интересно. Никогда не делала, но всегда хотела попробовать. Выложить на ютубе видеоролик. Я написала тут сегодня, образно говоря, потому что я и так их постоянно выкладываю на ютуб. Кто еще не подписан на мой канал и видит это видео, например, глядя на отзыв об этом плакате, то заходите, смотрите также и видео о нем. Ну и много-много всего другого. Например, прогулка на лошадях. Но тут написано галопом, но галопом я бы, наверное, не рискнула, а просто как бы покататься хочу. Я, конечно, каталась, но, скажем так, с инструктором, который вел лошадь сам, не отходя от меня. А мне бы было интересно, например, просто самой. Также есть, например, тут средняя категория. И здесь уже более такие серьезные задачи. Создать герб семьи, дать интервью в СМИ, выпить кофе со знаменитостью, подняться на Эйфелеву башню, пробежать марафон, поучаствовать в телепроекте и так далее. Я начала отмечать то, что мне тут было интересно, но мне вообще много, что здесь интересно. Я отметила посетить футбольный матч, создать свой сайт или блог, как бы я уже создала. Поэтому сейчас при вас хочу это здание стереть и посмотреть заодно вообще, что же там под этими вот этими серебристыми напылениями. Для этого беру монетку, которая дана в наборе. Обычная монетка. И буду сейчас стирать, посмотрим, что здесь мне напишут. О, мне присвоили звание блогер. На самом деле очень прикольно, мне нравится. То есть вы стираете и вы получаете определенное звание. Это как бы для мотивации, чтобы вас мотивировать. Вот. И тут дана в наборе такая пряточка, я так понимаю, для того, чтобы это все дело смахивать. О, и она сразу, видите, и стирается и надпись, которую я написала. Ну да, видно сразу, что надпись не держится. То есть то, что маркером я пишу, оно очень быстро стирается. Поэтому его нельзя руками, пальцами стирать. Оно все быстро уходит. Ну вот, в принципе, я думаю, вам понятен. То есть вы выполняете знание и получаете определенное звание. И вот еще есть третья категория. Она называется супертяжелая. Ну здесь есть такие уже более серьезные моменты. Например, отправиться в кругосветное путешествие. Пожать руку президенту какой-то страны. Заработать миллион. Полететь в космос. Купить недвижимость за границей. Прыгнуть с парашютом. Создать семью. Попасть на обложку журнала. Посадить. Ой, нарисовать геонологическое дерево и так далее. Ну вот из этих заданий, конечно, многие кажутся очень такими необыкновенными и невыполнимыми. Хотя, в принципе, если смотреть на них другими глазами, то нет ничего в этой жизни невозможного. Так что вот такой вот плакат из ста дел, как вы можете видеть. Он достаточно большой. Но я думаю, что тем, кто любит себя мотивировать таким образом, многие задания могут показаться очень уместными. И, в принципе, если вам какое-то задание не нравится, то вы его можете просто по-другому для себя переквалифицировать. Ну, к примеру, задание. Забраться на вулкан. К примеру, вы не хотите забираться на вулкан. Берете и ставите себе задачу забраться на какую-то гору, которую вы там хотели. Или что-то такое. Или тут пишут, например, научиться разбираться в винах. Допустим, вы не пьете. Поставьте себе задание научиться разбираться в разных сортах чая или еще в чем-то. Ну, никто же не говорит, что нужно выполнять конкретное задание. Все, мне кажется, можно под себя поменять. Также в наборе есть дополнительные мотиваторы. Например, здесь такая вот идет вкладыш, и написано «Задание-сюрприз». Стирив это задание, ты обещаешь выполнить его в течение 30 дней. Я пока боюсь стирать, потому что если я сотру, я буду себя не уважать, если я его не выполню. Пока я еще не готова. Мне еще кучу всего надо выполнить, поэтому приберегу его на другое время. Также в наборе есть еще вот такие вот наклеечки для тубуса. Вот есть наклеечка. Это «Собирать деньги на черный день», «На Феррари», еще «На Феррари», «На какую-то мечту». Здесь можно написать, на какую мечту. «На путешествия», «На айфон» и «На свой дом». Эти задания нужно клеить на обратную сторону тубуса. Когда мы тубус закрываем, тубус превращается в копилку. На эту сторону мы клеим вот эту наклеечку, которую мы для себя выдрали. А с этой стороны мы бросаем монетку. И таким образом у нас тубус копилка для определенных наших целей. Я еще пока не выбрала, на что я буду конкретно собирать, поэтому еще ничего не наклеила. Но мне кажется, что все-таки какую-то определенную мечту загадаю и здесь напишу. На этом я видео буду заканчивать. Я могу сказать, что однозначно это очень классный подарок. Если вы не знаете, например, что подарить такого интересного, мотивирующего, то вот такой вот плакат желаний, плакат заданий, стой дел, мне кажется, понравится многим. И для себя вот какие-то моменты я открываю новую, что так можно долго о чем-то мечтать. Но если у тебя перед глазами висит плакат и там число указано, то ты к этой мечте намного быстрее придешь, чем если ты просто там себе скажешь, что «Ой, надо когда-то там это выполнить». Поэтому очень рекомендую вам попробовать. Мне очень он понравился. Ссылочку я постараюсь не забыть внизу под видео оставить. Он стоит порядка 400 гривен. Он также продается и в рамках таких больших. Но в рамках, по-моему, дороже немножко. Так что кто хочет, может зайти на сайт посмотреть. И они бывают абсолютно разные. Вот здесь у меня 100 дел, а бывают и там для подростков, и на всякие другие штуки, такие плакаты. Ну, в общем, зайдете посмотреть. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Я вам желаю, чтобы все ваши дела и мечты сбывались. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok